Приветствую всех зрителей! В сегодняшнем ролике будет обзор на новинку от компании Нитаку Нитаку Ginection. В телеграм-канале, кто подписан на него, кто не подписан, вы сейчас видите QR-код на своих экранах, либо также вы можете перейти по ссылочке. Там шло обсуждение, все-таки как необходимо правильно называть модель этой накладки. И мы пришли к выводу, что все-таки это Ginection. Название этой модели Ginection состоит, как нам по описанию можно сделать вывод из двух слов Ginection и Next. И из этого можно сделать следующее, что данную накладку позиционируют как следующее поколение. Также, судя по описанию, здесь на данной накладке должен быть очень хороший зацеп мяча, но при этом накладка не должна быть очень сильно липкая. Поэтому у нас накладка здесь не липкая, жесткость губки у нас составляет по нынешним меркам не сильно жесткая. У нас 52,5 градусов. Иностранные блогеры эту накладку сравнивают с Ginection 05. Ну, а как нам это покажется, мы уже буквально через несколько минут это попробуем. Несмотря на то, что фирма у нас исконно японская, данная накладка у нас делается в Германии, о чем свидетельствует надпись Made in Germany. Предыдущие новинки, которые мы делали обзор на накладки этой фирмы, это была у нас Hamond Z2, это была чистокровная японка. Она у нас делалась непосредственно в Японии. Это у нас делается в Германии. Толщина губки у фирмы Netacu такая фишечка. Толщина губки, когда у них начинают выходить какие-то новинки, и часто такое мы можем видеть, толщина губки здесь максимально идет 2,0. То же самое было у накладки Netacu Fastark G1. Первое время накладки были только в толщине 2,0, а потом уже начали появляться в максимальной. Распечатываем накладку. Накладка у нас в очень простеньком конвертике, то есть у нас просто вот она вот так берется, открывается. Если мы посмотрим, какие у нас сейчас новые выходят накладки, а это, допустим, мы можем обратить на накладки фирмы YOLO, там открываешь, там чуть ли такой буклет, раз, два, открывается, все красиво. Здесь все максимально простенько. Максимально простенькая картонка, но можете обратить внимание на следующее, что картонка с очень хорошим таким запасом. Открываем здесь, здесь у нас находится накладка. Накладка у нас с белой губкой. Судя по поверхности, накладка у нас вообще не должна быть, здесь даже никакого закоса нет, что она должна быть у нас липкая, накладка у нас очень сильно матовая. И внешне чем-то очень сильно похоже на Goldark 8. Даже по какому-то шрифту, по написанию, по качеству верхнего слоя. Как будет в игре, уже увидим. Вес квадрата составляет 72,9 грамма. По наличию бустера. По наличию бустера здесь у нас уже традиционно для компании NITACI можно сделать вывод следующий. Наличия бустера здесь практически нет. Запаха у данной накладки никакого нет. Ну, если только что, просто какие-то добавки в саму резину, но запаха какой-то едкой химии здесь не присутствует. Данную накладку мы будем тестировать на основании баттерфля Вискария. Поиграл какое-то время данной накладкой. Это же у нас прям классический европейский тензор. По набиваниям. По набиваниям скажу следующее, что, к сожалению, есть ощущение, что мяч проваливается в какую-то такую пустоту. По ощущению, эта накладка очень сильно напоминает Виктасов, по-моему, В22. То есть, ощущение было точно плюс-минус такое же. По зацепу. Зацеп у накладки хороший. То есть, мяч у нас не цыкает, несмотря на то, что мы поиграли данной накладкой относительно недолгое время. То есть, накладку у нас сильно здесь никто не обшаркивал, сильно у нас никто не пробивал. Но обращаем следующее, что мяч у нас не подцикивает, и это уже хорошо. Накладку мы попробуем и при игре справа, и при игре слева, потому что жесткость у нас позвали. На короткой игре. На короткой игре у нас мы видим мяч буквально с полукасания, с полукасания начинает подвыплевываться. И при этом, как я уже обратил в начале ролика, к сожалению, ощущение мяча у данной накладки не такое хорошее, как буквально на этой неделе. Вы наверняка уже посмотрели этот обзор, вы наверняка уже написали какой-то хороший или плохой комментарий, поставили лайк на накладку YOLO TRONICS ZGR. Там я обращал следующее, что несмотря на то, что мяч очень быстро начинает вылетать из накладки, там очень хорошее ощущение мяча шло в ракетку через, опять же, накладку. Здесь такого нет. Здесь у нас мяч вперед, может быть, он вылетает не с такой сильной скоростью, но все-таки нужно прекрасно понимать, что жесткость губки у нас не такая. Здесь сама философия у этой накладки должна быть не такая, но чувство мяча в ручку здесь не идет. Здесь мячик больше он подскакивает вверх. Это очень негативно будет сказываться на моментах, которые вам будут подавать какие-нибудь короткая боковая подача. Буквально чуть-чуть недоработанный мяч будет постоянно у вас завышаться, и соперники будут эти удары все сносить. Скорость у накладки хорошая. Есть некое ощущение задержки. Но ощущение мяча, к сожалению, даже несмотря на то, что присутствует задержка, ощущение мяча так и не появилось. То есть мяч прям какой-то как батут туда залетает и начинает вылетать. Какой-то плотности, плотности ударов, вот на накате, на простых таких ударах, какой-то плотности у накладки здесь не хватает. Слева по ощущению как-то чуть-чуть поинтереснее, но тем не менее какой-то пока что изюминки здесь нету. То есть обычная, пока что на накатах, что справа, что слева, обычная европейская проходная среднестатистическая накладка. КОНЕЦ Оп-спин сделать очень легко при сильных ударах. Опять же, не при сильных, а при плотных прокручиваниях. Создать дугу тоже относительно легко, но Гоша отмечает, что вращение у данной накладки не сильное. За счет того, что мяч у нас через эту накладку не так хорошо чувствуется, и так вот, как на батуте начинает подпрыгивать, в короткой игре играть данная накладка сложновато. Что касается топ-спинов. Топ-спины данной накладкой делать легко. Создать траекторию этой накладкой очень легко. Но и Гоша также очень легко все подставляет, потому что не хватает какой-то плотности топ-спинов, какого-то такого обилия большого вращения. И, допустим, как уже сказал ранее, если сравнить с той же самой накладкой, которую мы обозревали уже на этой неделе, Йолатроникс ЗГР, здесь на порядок меньше злости, на порядок меньше вращения. И от той накладки мяч летел намного злее, чем от этой. Но, опять же, обращаю следующее, что играть этой накладкой, попадать в стол очень легко, все просто, но вращение летит не зло, и сопернику будет легко вам подставлять. Мяч, по-моему, летит очень простой. То есть вроде бы, как бы, мяч, по-моему, даже крутится, есть какое-то ощущение зацепи, но я вижу по тому, как Гоша отбивает мячи, что прям вообще без каких-либо проблем, буквально он просто подставляет ракетку, и мяч начинает отскакивать. Контролировать мяч на игре по подрезке очень просто, потому что, как я уже обращал внимание, первый ход, ой, точнее, не первый ход, вообще топ-спины данная накладка делает хорошо, угол вылета позволяет, а также, когда вы начинаете мяч прокручивать, появляется дополнительная задержка у ракетки, и топ-спин летит с хорошей дугой. Но вращения все так же у нас немного, но не хватает. Взять даже сейчас, стараюсь посильнее туда вкручивать, Гоша без проблем их возвращает. Но при этом также обращаю внимание, что сделать дугу, начать ход здесь просто. На подаче Гоша отмечает, я также отмечаю, судя по тому, как Гоша начинает принимать, на подаче вращения также недостаточно, как и на топ-спинах по верхнему вращению. Что касается первого хода, первый ход делать эта накладка очень легко. Буквально чуть-чуть выдернули, траектория сразу начинает лететь, контрольно попадает в стол, но все так же нехватка вращения, нехватка скорости. Не скажу, что просто сделать банан, но скажу следующее, что проще большинства накладок, которые я когда-либо пробовал. Все-таки из-за того, что создать дугу данной накладкой хорошо, буквально нужно чуть-чуть дернуть, мяч полетит. Но здесь есть второй нюанс, что на слабых ударах мяч вы не чувствуете. И поэтому в игре на счет, когда будет какая-то такая ситуация, велика вероятность, что этот элемент будет недообработан именно за счет нехватки ощущения мяча. Ну скажу следующее, что здесь та же самая ситуация. Не скажу, что сложно сделать какой-либо элемент, точнее сделать топ спин с дальней зоны, но не хватает плотности. Плотности удара есть ощущение, что я просто начинаю туда его закидывать, потому что при усилении нету какой-то такой энергии, нету такого большого вращения, чтобы я постарался как-то врасплох заставить соперника. Поэтому только какими-то дугами, в чем, собственно, и легко играть данной накладкой. Новинку уже от фирмы не так попробовал. Теперь передаем ее Гоше и ждем его оценку по поводу данной накладки. Гоше и ждем его оценку по поводу данной накладки. Делись ощущениями, я свое мнение уже чуть-чуть, но уже рассказал. Как тебе эта накладка? Знаете, мне эта накладка вообще не понравилась. То есть я в ней не вижу ничего интересного. То есть если сравнивать с Dignyx, там вообще не надо их сравнивать. Две накладки Dignyx на 2, на 3, 4 головы выше. Хорошо, сравни тогда с какими-то, ну если у нас эта накладка делается в Германии, сравни ее с какими-то другими тогда европейскими тензорами, которые ты когда-либо пробовал. Ну я буду тогда сравнить с Evolution, MXP. Я играл MXP, 47, 50 градусов. Ну пробовал просто ELP, пробовал MXP, пробовал MXP, пробовал. И вот все эти накладки тоже на порядок выше, чем вот этот NITAKI. В плане вращения – точно. В плане скорости – да, точно. В плане, может быть, это легче начинать атаки? Возможно. Но возьмите ELP, и вам также будет легко начинать атаки. И как я сказал в начале ролика, накладка у нас внешне очень сильно похожа на другие европейские накладки, такая как Goldark 8, но в Goldark 8 было очень много вращения, ей было легко это создавать, вращение, и там было это вращение. Внешне и по игровым характеристикам данная накладка очень сильно, опять же, по моему ощущению, очень сильно похожа на накладку Victus V22. Перейдем уже к игровым характеристикам. В игровых характеристиках эта накладка мне абсолютно ничем не зацепила. То есть у нее вот прям вот все такое максимально средненькое, и какой-то элемент, какой-то критерий я бы здесь даже не выделил. Если мы сравним эту накладку с другой накладкой, которая этого же примерно ценового диапазона, это, к примеру, та же самая Donig Bluestar A1, и мощности больше, вращения больше, она и управляемость. То есть по всем критериям, по моему ощущению, Donig Bluestar A1 превосходит эту накладку, несмотря на то, что они в одном ценовом диапазоне. Единственное, что могу отметить у данной накладки, это то, что данной накладкой очень легко было делать атаку, делать топ спины, какие-то такие моменты, которые именно связаны с контролем попадания на стол. Но таких накладок у нас на самом деле у различных фирм уже было много, которые были, вам легко было играть в стол, но при этом какой-то злости для соперника у нас не было. И складывается такое ощущение, что компания не таку здесь особо у нас не заморачивалась, и не было какой-то цели, чтобы сделать какую-то конкурентно способную, такую накладку, которая будет конкурировать с другими накладками. И просто сделали такую вот проходную накладку, которая, чтобы просто соответствовала другим фирмам, которые выпускают какие-то накладки. Ну и чтобы не отставать от других, тоже сделали новинку, выпустили вот эту накладку, которая, к сожалению, здесь ярко, опять же, по моему ощущению, ничем не выделяется среди многих накладок. Уверен, этот обзор был для вас полезен. Не забывайте подписываться на социальные сети парней, не забывайте подписываться на телеграм-канал. Ссылочку я оставил в описании. Пока!